здравствуйте авиаторы и не только добро пожаловать на канал пилот-инженер в этом видеоролике мы продолжаем рубрику основы авиации и сегодня вы узнаете из каких основных частей состоит самолет механизм или конструкция выполняющий какую-либо функцию в летательном аппарате называют агрегатом и так полетели основные агрегаты самолета фюзеляж начнем пожалуй именно с фюзеляжа так как он служит для крепления почти всех остальных агрегатов фюзеляж это корпус или кузов самолета если повредить аналогию с автомобилем фюзеляж пилотируемого летательного аппарата предназначен для размещения экипажа и целевой нагрузки в фюзеляже может размещаться топливо агрегаты гидро и топливной системы элементы системы управления и иное оборудование если вы летали на самолете то вы размещались именно внутри фюзеляжа крыло переходим теперь главной части любого самолета крылу именно крылу ведь речь пока идет о монопланах крыло обычно состоит из двух консолей соединенных центропланом центроплан размещается внутри фюзеляжа консоли крепятся к фюзеляжу снаружи именно крыло и удерживает самолет в воздухе а более научно крыло это несущая поверхность имеющая в сечении по направлению потока профилированную форму и предназначен для создания аэродинамической подъемной силы крыло самолета может иметь различную форму в плане существует множество способов размещения крыла или крыльев про это мы тоже обязательно снимем видео подписывайтесь чтобы не пропустить в крыле часто размещается топливо а у боевых самолетов обычно под крылом находится подвесное вооружение оперение оперение представляет собой комплекс аэродинамических поверхностей которые служат для обеспечения необходимой устойчивости и управляемости здесь необходимо пояснить чем отличается устойчивость от управляемости устойчивость характеризует способность самолета без вмешательства пилота сохранять заданный режим полета под управляемостью понимается способность самолета изменять положение в пространстве и переходить с одного режима полета на другой в ответ на команду управления. Эти две характеристики находятся как бы в противостоянии, ведь чем устойчивее самолет в полете, тем хуже он будет реагировать на команду управления, будет более вялым и наоборот. Современные истребители делают статически неустойчивыми, то есть не способными к постоянному устойчивому полету без вмешательства. Там эффект устойчивости летчику создает компьютер, постоянно анализируя пространственное положение и выдавая команды управляющим поверхностям. Но возвращаемся к оперению самолета. Оно подразделяется на вертикальное и горизонтальное. Вертикальное оперение отвечает за устойчивость и управляемость в канале рыскане, а горизонтальное за канал тангажа. Что такое крен, тангаж и рыскане, вы можете узнать из видео по ссылке в подсказке в правом верхнем углу экрана. Как и в случае с крылом, существует множество вариантов реализации оперения, о которых нужно рассказывать в отдельном видео. В классической схеме хвостовое оперение представлено килем с рулем направления и стабилизатором с рулями высоты. Крепится это все к хвостовой части фюзеляжа, как в данном случае. Фюзеляж, крыло и оперение объединяются в общую систему и называется планером. Силовая установка служит для приведения самолета в движение, создание силы тяги необходимы для набора и поддержания скорости, которая в свою очередь нужна для создания подъемной силы. Видео подъемной силы вы также можете посмотреть по подсказке. Силовая установка состоит из одного и более двигателей и движителей различных конструкций и принципов действия. Двигатели могут крепиться к любому агрегату планера. О типах двигателей и движителей вы подробно узнаете в одном из следующих видео. В большинстве современных пассажирских самолетов двигатели крепятся к крылу с помощью пилонов. Шасси Шасси служит для обеспечения взлета, посадки, стоянки самолета и его мобильности при передвижении по земле на рулении. Во время основной части полета, для уменьшения углового сопротивления воздуха и обеспечения большей маневренности, шасси обычно частично или полностью убираются в фюзеляж или крыло. В некоторых случаях, например в малой авиации, уборка шасси нецелесообразна, в связи с небольшими скоростями и сложностью и весом конструкции. Шасси различаются по типу конструкции стоек, расположению на самолете и по типу поверхности, для которого предназначаются шасси. Например, шасси бывают с носовой или хвостовой опорой, колесные или лыжные и так далее. Эта тема также заслуживает отдельного видео. Если хотите такое видео, пишите в комментариях. Итак, это были основные агрегаты самолета. Вот специальная схема, чтобы вы их легко запомнили. А теперь небольшой интерактив. В правом верхнем углу появится голосование. Как вы считаете, без какого агрегата не бывает самолетов? И ответ будет в следующем видео. Надеюсь, это видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал, и ставьте лайки. До скорых встреч на канале Пилот Инженер.